Радио Болтком Утро на Болткоме Радио Болтком Еще дополнительный концерт 30 июля Мы с огромной радостью говорим, что Евгения Владимировна у нас сегодня в студии Здравствуйте Здравствуйте Добрый день, доброе утро Я очень рада быть здесь снова Для меня великое счастье приехать в Ригу Неожиданно, кстати сказать Вот благодаря таким прекрасным людям, как Павел Переверзив Который занимается совершенно фантастическими проектами И я вот попала в один из этих проектов Слава тебе, Господи Простите за такое сравнение Но мне кажется, что, конечно, вот как у группы Eagles Есть отель Калифорния И все требуют, чтобы на концертах эта группа играла Вот времена года Вивальди Это ваше авторское переложение Самого знаменитого, пожалуй Одного из самых знаменитых Произведений академической музыки Которая у всех на слуху Это тоже то, без чего вот просто невозможно представить ваш концерт И здесь будут и органные шедевры Баха на этом концерте И Вивальди Вот может быть несколько слов о том, как появилась сама идея Как я дошла до жизни такой Вот как Вивальди оказался переложить Мы все слышали его массу раз в исполнении симфонических оркестров А вот здесь почему? Камерных Камерных, простите, камерных Вивальди писал для камерного оркестра вообще Никаких симфонических оркестров тогда вообще не было И вот как вы переложили? Да Ну, получилось так Такой чудесный хор был «Ауэс Сол», с которым я многократно играла в домском концерте Аккомпанировала И решили они записать «Глорию» Вивальди Такой кантата чудесная, замечательная Я, конечно, с радостью согласилась Много раз играла с ними в концертах Но одно дело концерт А вдруг совсем другое дело – это запись Это улика на всю жизнь И знаете, я посмотрела клавир Ну, который мне был знаком, естественно И я поняла, что по клавиру играть нельзя Надо брать партитуру Она такая не очень сложная И делать переложение всерьез Чтобы каждая нотка была на месте Автор Каждый автор Для меня автор – это всё Каждый автор, когда он что-то сочиняет Он вкладывает в себя целиком и полностью И я хочу, хотела, чтобы все услышали То, что хотел автор передать Я села Это был бог знает какой год Даже страшно сказать Села и написала это переложение И получила массу удовольствия от этой работы Причём за месяц я сделала там же 40 минут музыки Я с удовольствием сделала это переложение Это называется переложение, если уж по-русски И через год записали это переложение моё Надо сказать, что всего-то полгода был парад Хит-парад классической музыки Которую объявила комсомольская правда в те времена И перепечатала молодёжка И вот я эту молодёжку, я, наверное, выписывала Я уж не помню Одну из этих молодёжек Я открываю Хит-парад классической музыки Первый раз я даже удивилась Обычно всякие попса, да? А тут серьёзная музыка Но хит-парад, который Демонстрирует самые популярные записи на то время И вдруг я открываю 10 самых популярных пластинок И надеюсь, я там вместе мой Вивальди оказался Я стала гомерически хохотать Потому что я этого совершенно не ожидала Но... Попасть в хит-парад Да, ну такой всесоюзный Это же, слава богу, странище было Но Вивальди есть Вивальди Он, конечно же, покоряет всех Вот Причём так было Каждый месяц выходило Объявление этого хит-парада И в каждом из этих месяцев Мой Вивальди поднимался по ступенькам И он дошёл Причём там, знаете Светлана, там Коган Такие великие звёзды И я среди них И, конечно, я была потряснена Но кончилось тем, что Где-то был на пятом месте уже Добрался мой Вивальди И туда ещё мой Бах попал Моя пластинка Баха Думаю, ладно, Бах, это понятно Ну ладно Но через полгода всё это прикрыли Я думаю, что я им так надоела Что они решили больше не делать этого Не искушать судьбу Вот так с этого началось И, знаете, как-то Всё было для меня Всё было не так, как я хотела быть Но я ещё не умела ничего и не знала Эту область Переложений для органа И вот сколько лет прошло Я всё время оттачивала Так, чтобы это было легко играть И чтобы всё было от автора Это очень важно для меня Это на первом месте автор И, конечно, чтобы это было удобно Я смотрела баховские переложения У Баха тоже есть Вивали переложения Концерт для минор знаменитый Концерт для минор, который Как будто даже и не Бах написал А кто, я спрашиваю Если не Бах, скажите Кто вот стоит рядом Вот, если послушать это Посмотреть это Это переложение И, значит Я относилась Вот, повторяю, что Как-то Я всегда к себе так отношусь Мне всё не нравится Что я делаю Не видеть не могу А записи ваши И записи И записи тоже Я могу через 10 лет послушать И потом Неужели это я записала Даже так Вот И вот К сегодняшнему дню Я должна сказать Что я пришла К какому-то очень хорошему Такому моменту Когда Даже мне Меня это устраивает Это переложение То есть Вы его совершенствовали Я постоянно что-то меняла Потому что это было коряво Это было неудобно Потому что Одно дело на скрипке играть Другое дело играть То, что играет скрипка На органе сыграть Есть свои приёмы Я очень многих Многие интересные моменты Я для себя вывела Как это делать Например Вот такой очень любопытный Один из них Например Есть ли Это кстати Есть уже в Глории А я этого ещё не знала Я потом пришла к этому Значит У органа есть такая особенность Чем выше звук Тем он громче Чем ниже звук Тем он тише Естественно Давление в трубах Везде одинаковое Толстая труба Звучит тише Естественно С тем же Количеством Тонкая труба Звучит громче На этом основана Вообще полифония Вся чудесная Вот И вот Даже Потом я ещё Сделала Переложение Еще один концерт Минорный Очень красивая музыка Тоже И там В средней части Было такое Значит На скрипках Это играется Ну там Та-дам 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 Сыграть это на органе Невозможно Я беру актау Та-дам Сверху вниз И получается Вот это за такт Сильнее чем нижняя нота Она Тихая А вверх Очень тяжело Я поняла Надо перенести наоборот Надо Та-дам Снизу вверх И получилось то Что я хотела Но это пришло не сразу Ну вот Я просто Такой маленький пример Ну вот Всё состояло из этого Чтобы инструмент Зазвучал Как Ну примерно Как если бы Слушал сам автор Да вот Я как бы Клоняюсь автору Прежде всего Ну и хочу Чтобы публика Тоже любила Но надо сказать Со временем Публика настолько Полюбила Эти времена года Мои уже Теперь имею право сказать Что Допустим Я Меня предлагают Куда-нибудь поехать Сыграть концерт Я говорю Давайте вот такой Программ Он такой Нет пожалуйста Сыграйте в Ивальде Уже без Ивальде Ни один концерт Не может состоять Просто Просто Даже обидно Кроме Ивальде Есть ещё Много музыки Ну я конечно Там и Баха играю Сейчас я в Москве Буду играть Регера Ну Но Ивальде На первом месте Даже Вы знаете К этому я пришла Что это так Этого не было Долгое время Я и не играла Даже это Как-то Потому что я не была Довольна собой Вот А теперь как-то Я говорю Ну что Вивальде Да Давайте Вот так А вот Эти переложения Они Общедоступны То есть Это Ваша Как бы Собственность Или Всё-таки Могут другие Органисты Играть Ваше Переложение Тоже Я делаю Такой Подарок Например Леночке Приваловой Которая Для меня Которая Для меня Многое Что сделала Я ей Сделала Такой Подарок Она была Счастлива Причем Вы знаете Я же Стесняюсь Я не могу Это моё Я предлагаю Да Оказывается Люди Хотят Это играть Один Немец Мне написал Не могли бы Вы мне Прислать Я ему Прислала Еще Сейчас Один Молодой Парень Который Мне ассистент Кстати Живет Долгопилси Он Сделал Вот Я забыл Как это Называется Он Оцифровал Это Все Понимаете И это Вообще Все Причесано И все Красиво И это Есть у Тараканова Знаете Да Тараканов У него Есть Все И я Ему Отослала Он был Очень Благодарен Конечно Так что Если уж Будет Большая Нужда И потребность Направляет Туда Там Все Можно Взять Совершенно Без 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 А вот Эти Приемы Которые Вы Использовали Я знаю Что Многие Музыканты Не Очень Охотно Делятся Своими Какими Секретами Профессии Как они Издают Секреты Там Как Сыграть Какой-то Пассаж На Какой Гитаре И как Это Все Я счастлива Делиться С любым Кто Мне Задаст Любой Вопрос Потому Что Я вам Должна Сказать Что За орган К сожалению Садятся Плохие Пианисты Которые Играют Как на Фортепиано Потому Что Которые Тоже Похожи И они Не задаются Вопросом А как Так Если Ты Играешь На Фортепиано Ударь Слово Туши Французское Нет Такого Слово Подобного Слово Туши Прикосновение Большое Слово Туши Как Как ты Берешь Звук Ведь Для того Чтобы Сыграть Выразительное Фортепиано Заканчивают Училище Консерватория А за орган Садятся Пианисты И Применяют Те же Те же Приемы И Ничего Не получается Не звучит Хотя Орган Это такой Занятипровокационный Инструмент Там Ребенок Подойдет Нажмет И уже Красиво Звучит Потому Он Как-то задан Уже Этот звук Красивый Но Простите Мы же Музыкой Занимаемся А не Красивые звуки Извлекать Я Счастлива Когда ко мне Обращаются За вопросом Что сделать Если так Это было И здесь В Риге И Москве Я с удовольствием Делюсь Приходите Посидим за инструментом Я умоляю Приходите Давайте поговорим Это так важно Причем Некоторые Вообще Не понимают Зачем речь идет Они думают Это ерунда Один венгерский Органист Я ему Мой друг Я ему показала Что-то Он сказал Это ерунда И все То есть человек Даже не понимает О чем речь идет Вот нажимает Клайшек Кто-то Сказал Не знаю Приписывает Баху Что главное На органе Просто Главное Правильными пальцами И правильной нотой Нажать Я говорю Нет Этого мало Надо еще Научиться Снимать этот звук Потому что Он же длится все время Вот на фортепиано Он затухает А на органе Вот поставил Будешь час сидеть Час сидеть И будет звучать Понимаете Вот этим надо управлять Количеством звука Нет К сожалению Я удивлен Слушая ваш рассказ Потому что Впервые слышу Мнение Что на органе Играть легко Потому что Меня например В музыкальной школе учили Я на всю жизнь Запомнил фразу Орган не прощает ошибок Ну то есть Любая С позволения сказать Лажа Она слышна сразу Представьте себе И если ты не берешь Ноту четко Она грязная Грязь Это как бы То что можно Скрыть на фортепиано Орган не прощает Это за скобками Это естественно Играть надо Чисто Это факт Это правда Но я говорю О других вещах Я говорю о том В какое время нажать В какое время снять Имея в виду Что это будет чисто Взято и снято Ну снять И оно будет чисто Конечно В любом случае Но во всяком случае Делать Артикуляцию На фортепиано Этому не удивляет Такого времени И такое внимание Не требует На органе Это все Научиться Выбирать мотив Его Изучать его Где у него начало Где конец Где у него кульминация Сильная доля Фаусы Все это Это целое Искусство Вот этим всем Надо овладеть Ну садятся Играют Причем сейчас Такая манера Все играть отдельно Вы понимаете Будет музыка Если хор так поет А-а-а-а-а-а Да Скрипач не играет Та-та-та-та-та-та Там Отдельные Каждую нотку А на органе Все играют Чисто играют Ну орган Он Еще раз повторяю Хорош тем Что он Сам по себе Звучит красиво И на это Органист Не влияет Он этот Инструмент Он такой Какой он есть Есть хуже Есть лучше Даже электронный Итог Но все равно Надо соблюдать Вот эти правила О которых почему-то Не говорят Почти не Мало кто говорит У нас очень мало Времени осталось А я нашим Слушателям напомню Что в студии У нас Евгения Владимировна Лисицына И 29 июля И 30 июля Дополнительный концерт Церкви Святого Павла А почему Очень важно Побывать на этих концертах Потому что Вот Ну к сожалению Евгения Лисицына Живет-то сейчас Уже в России И вот приезжает На концерты К нам Вот буквально Отчисливает нас Отдельными Такими приездами И поэтому Очень важно Успеть услышать Самые главные Произведения Я должна Очень важную фразу Сказать Что могут прийти все Только надо Сделать тест Причем Это делается Очень просто Это делается На два дня Вы даже можете В ресторан С этим тестом Пойти Вот это очень важно Что Ну можно На этот Сайт зайти Концерты Да И там все Описано Как это делать Все это Ладно Больше не буду Говорить Ну это важный Спасибо Что предупредили Ну а как Потому что Мне пишут В фейсбуке И говорят А вот мы бы Вошли Но вот там Как сейчас уже Понимаете Это вообще ужас Что происходит Вот надо Зайти на этот Сайт Если хотите Подробности Надо сделать тест Все На два дня У вас этого теста Хватит И вы придете И послушаете И все Только мне 20 30 дополнительный Да 30 дополнительный И 29 июля Я может Неправильно Пошла Слышала Да И еще раз Напоминаем И возможности Вот В России Вы поиграли На каких органах По сравнению С нашими Есть ли отличия Ну домский Конечно Это лучший Для меня Во всяком случае Ну не только Для меня Он входит Я не знаю В пятерку Самых знаменитых Любой органист Конечно Для него честь Играть на этом инструменте Так было Ну что касается России Вот такого уровня Как домский Честно говоря Я даже не могу Назвать что рядом Как домский Как домский И его Огромный Размер И его Божественное Звучание Все его акустика Все тут Собралось Прекрасно Ну я в Москве Например В католическом соборе На Малой Грузинской Играла недавно Не много У меня концертов Потом я играла Петре и Павле В Москве Потом я сейчас Вот ездила В Сибирь Там играла В Казани Концерты есть Ну не столько Сколько бы мне хотелось Я привыкла Играть много У меня Когда я была В филармонии Я играла Три-четыре концерта Месяц Ну а Нашим слушателям Мы напоминаем Что есть возможность Сходить И 29 И дополнительные концерты 30 июля К сожалению Я понимаю Что у нас Наверное Время Нашего Утреннего Утренней программы Завершается Еще раз Всех приглашаем Поищите Информацию Как сделать тесты Это в принципе Все Важно И очень просто И очень просто Евгения Лисицына Времена года Вивальди Переложение Вот авторское Переложение Самого популярного Может быть Концерта Для камерного Оркестра И органные шедевры Иоганна Себастьяна Баха Знаете Я хочу все-таки Обязательно сказать Чтобы все были здоровы Дай бог Чтобы все были здоровы В наше время Это очень важно Спасибо И вам здоровья И счастья И удачи Хорошего дня Спасибо Утро